Как поднимать тяжелые вещи, сумки, если у вас болит поясница? В момент поднятия мы чувствуем прострел в спине. Ни в коем случае, друзья, во время подъема тяжести у вас не выскакивают никуда диски. Дорогие мои, хочу, чтобы вы знали, боль в спине не всегда причина поднятия тяжести. Научимся делать это правильно. Друзья, всем привет! Вы на канале Здоровый Рух. С вами я, Анастасия. И тема сегодняшнего видео – как поднимать тяжелые вещи, сумки, если у вас болит поясница? Перед тем, как мы начнем, попрошу подписаться на наш канал, поставить нам лайк, колокольчик, чтобы не пропускать наши выпуски. Ну и, конечно же, пишите комментарии. Поехали! Одно из причин боли в спине – это неправильное поднятие тяжести. Но мы же не можем полностью отказаться и ничего не поднимать, потому что это, в принципе, ваш образ жизни, и вы очень много всего используете в быту. Поэтому давайте просто научимся делать это правильно. И сегодня я вам это покажу. Самое распространенное – это поднятие бутылки с водой или ящика. Все мы это делаем в привычном положении. Это с круглой спиной и также с круглой спиной встаем. И в момент поднятия мы чувствуем прострел в спине. Почему это происходит? Когда мы наклоняемся с округленной спиной и с такой же спиной встаем, мышцы, которые находятся на пояснице и по задней линии бедра, у тех, у кого они так укорочены, во время подъема еще больше сокращаются. И это приводит вас к прострелу в мягких тканях. Ни в коем случае, друзья, во время подъема тяжести у вас не выскакивают никуда диски. Это просто образуется миофасциальный синдром из-за того, что мышцам не хватает эластичности растянуться и вернуться в исходное положение. Именно поэтому мы и чувствуем боль. Итак, показываю, как правильно поднимать бутылку с водой. Есть два варианта. Если вы хотите это сделать с ровной спиной, тогда просто сгибаем ноги, наклоняемся, например, берем бутылку и за счет ног выталкиваемся и поднимаемся. Это первый прием. И второй прием. Полностью присаживаемся, берем бутылку и с такой же ровной спиной за счет толчка ног и ягодиц поднимаемся. Понятно, да? Вот такой прием поднятия на ровных ногах с округленной спиной мы не используем. Вторая ошибка – это когда мы носим предметы, тяжелые предметы в одной руке. Также там может быть вода или, допустим, тяжелые кульки или сумки с магазина. В таком случае что происходит? Во-первых, образуется компрессионная нагрузка не симметрично, а асимметрично только на одну сторону. Это приводит к функциональным перекосам и к спазмам квадратных мышц спины. Поэтому в этом случае рекомендовано разгружать одну руку и брать нагрузку симметрично в две руки. Для того, чтобы не было во время ношения тяжелых предметов в двух руках спазма в верхней трапеции, мы должны с вами включить мышцы кора – это пресс, спинку, и сделать элементарное движение – просто раскрутить кисти наружу и в таком положении нести тяжелые сумки. Так в вашем положении не будет сокращаться верхняя трапеция, лопатки будут сведены и, соответственно, не будет провокация защемления шеи. Третье – часто встречающие в быту, дома, когда нам нужно что-то закрутить, что-то завертеть или приклеить. И вот именно в таком положении мы это и выполняем. Как можно избежать дискомфорта в спине при выполнении этих движений? Мы просто становимся на колено, вторая нога в опоре и выполняем те вещи, которые вы задумали. Здоровым, врух, я занимаюсь пять месяцев, чуть больше, может быть, вот так вот. Я пришла, у меня была сильная боль в пояснице, я сделала МРТ. МРТ показала спондилодисцит, воспаление позвонков в области поясницы как раз, и небольшая грыжа между двумя позвонками, но она меня сильно не беспокоила. Беспокоило вот это вот воспаление в позвонках. И я параллельно с приемом препаратов противовоспалительных начала заниматься здесь еще и физической нагрузкой. Ну да, медикаментозно. Ну и плюс мне тоже назначали всякие физиотерапевтические такие действия, магниты разнообразные и все такое прочее, но не помогало ничем. Да, значительный результат, я чувствую облегчение, у меня уже скованности движения меньше стало. И я последнее время бросила принимать препараты противовоспалительные, но в силу того, что, во-первых, их долго нельзя принимать, а во-вторых, просто себя чувствуешь уже не так хорошо, то есть какие-то дискомфорт в желудке и общее состояние в связи с приемом этих препаратов ухудшалось. И я бросила их принимать, но занимаюсь все равно, хожу. Да, конечно, я могла бы и порекомендовать, я ей рекомендую, и здесь занимается и моя дочь тоже, но она чуть меньше занимается, 3 месяца, но тоже довольна результатом. Спасибо большое. Ну, результата сразу пусть не ждут, но пусть идут и занимаются, потому что любая физическая нагрузка, во-первых, это очень хорошо для здоровья, а во-вторых, надо заниматься и надо выполнять то, что говорят реабилитологи, тогда будет результат точно. Ну, это я уже по себе знаю и отвечаю, и говорю это с чистой совестью, и отвечаю за свои слова. Следующие две рекомендации будут полезны мамам. Первое. Представим, что в кроватке лежит ребенок, и обычно с круглой спиной мы поднимаем ребенка, и, конечно же, чувствуем дискомфорт в спине, в грудном отделе и в шее. В таком случае я рекомендую возле кроватки ставить ноги пошире, и в положении ноги пошире колени вперед, и точно так же в приседе брать ребенка. Это первая рекомендация. Вторая рекомендация, если мы хотим поднять ребенка с пола, обычно мы наклоняемся и поднимаем, усаживая ребенка комфортно себе на бок. Так тоже не рекомендуется делать. Первая ошибка. Во время подъема мы должны присесть и поднять, так как я вас учила в первом упражнении, и не садить ребенка вперед, потому что это, опять же, может приводить вас к образованию функциональных перекосов и к спазму мышц с одной стороны поясницы, а укладывать ребенка лицом вперед и удерживать его вот в таком положении. Очень часто, когда мы умываемся, чистим зубы, мы чувствуем при статике сильную боль в пояснице. Чтобы обезболить и сделать утренние ритуалы приятными, я рекомендую положить какую-нибудь маленькую скамеечку, ступенечку или, может, даже йога-квадрат, и одной ногой шагнуть и чистить, мыть зубы в таком положении, и потом менять ногу на другую. И заключительная рекомендация, если вам нужно что-то перетянуть тяжелое, тогда мы не тянем за собой, а толкаем тяжести вперед. Потому что если мы будем выполнять силовое движение и одновременно скручиваться, вы обязательно почувствуете прострел в спине, в грудном отделе, и это, конечно же, будет приводить вас к дискомфорту. Дорогие мои, хочу, чтобы вы знали, боль в спине не всегда причина поднятия тяжести. Когда вы поднимаете тяжелые предметы неправильные, это провоцирует ваши мышцы еще больше спазмируются. А спазмируются они, потому что не хватает правильной эластичности и длины. Поэтому, запомните, ваши диски во время подъема тяжести не выпадают, а вот ваши мышцы из-за долгого неправильного положения и плохой растяжки во время подъема тяжести провоцируются и дают вам боль. Поэтому, правильно поднимайте тяжелые предметы, берегите себя, будьте здоровы. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok